привет меня зовут антон деркач и в этот раз я снова делаю видео отзыв на книгу сегодня речь пойдет о книге под названием как себя вести эстонского автора с довольно таки трудно произносимой фамилией вы можете попробовать прочитать ее на этом видео эта книга представляет собой сборник правил этикета правил вежливости правил такта в ней описаны различные жизненные ситуации в которые мы попадаем каждый день и расписано как в этих ситуациях ведет себя человек считающий себя воспитанным этой книге больше лет чем мне она была переведена на русский язык с эстонского в 1976 году а именно это седьмое издание было выпущено в 1980 году то есть этой книге уже 35 лет за это время как вы понимаете очень много всего произошло советский союз исчез с лица земли и вместе с ним исчезли очень многие правила поведения которые знали люди живущие в ту эпоху многие правила вежливости к сожалению потеряли свою актуальность люди забыли об этих правилах но не все те люди которые жили в те времена когда была написана эта книга знали об этих правилах приличия следовали этим правилам и естественно ждали что и окружающие будут следовать этим правилам приличия эти люди сегодня также подсознательно чисто интуитивно ожидают от окружающих что те будут следовать правилам приличия но поскольку окружающие попросту не знают об этих правилах. У пожилых складывается впечатление, что молодежь пренебрегает правилами приличия, и тогда пожилые считают такую молодежь невоспитанной, что в общем-то недалеко от истины, потому что такого воспитания сегодня молодежи никто не дает. Это могут сделать или хорошие родители, или, если человек сам заинтересуется такими вещами и прочтет такую книгу. В то время, как я прочитал эту книгу, я сделал для себя два открытия. Во-первых, я узнал, что существует огромное количество правил приличия, о которых я понятия не имел. Во-вторых, я узнал, что многие правила приличия я естественным образом соблюдаю, хотя мне никто о них не говорил. Это говорит о том, что многие правила приличия являются чем-то естественным, чем-то таким, что каждый человек на интуитивном уровне ощущает, когда хочет жить в ладу с окружающими. Эта книга позволила мне заполнить пробелы в моем воспитании, в моем образовании. Поэтому я благодарен тем людям, через которых я получил эту книгу. Также эта книга актуальна для меня, как для врача, потому что знание правил этикета, умение быть тактичным благодаря знанию этих правил, позволяет мне устанавливать доверительные отношения с пожилыми людьми. И это сказывается на эффективности лечения. Но даже если вы не врач, но у вас есть цель стать более воспитанными, более тактичными людьми, то я рекомендую вам прочесть эту книгу. Видите ли, никто не может заставить кого-то быть вежливым. Совсем не обязательно быть воспитанным. Можно быть невоспитанным. Я выбрал быть воспитанным. И в этой книге я нашел ответ на вопрос, как быть таким человеком. Если у вас есть такой же запрос, то я рекомендую вам отыскать эту книгу и прочесть ее. Многие вещи придется фильтровать, в силу того, что она написана в прошлом веке, в другой стране. Ну, в смысле, переведена она русский язык для другой страны. Но если вы узнаете эти правила, вы сможете быть более вежливыми не только с пожилыми людьми, но и будете удивлять современных людей тем, насколько вы воспитаны и тактичны. Я уже ощущаю, насколько выросло уважение ко мне окружающих людей только потому, что я следую правилам приличия. Я удивляюсь тому, что действительно очень многие люди современные совершенно не в курсе о существовании многих из этих правил. Если вы прочли эту книгу и у вас есть мнение о ней, поделитесь им под этим видео. Я с удовольствием почитаю ваш отзыв и думаю, те, кто просматривает это видео, им тоже будет это интересно. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, также пишите под этим видео, с удовольствием отвечу. Эта книга – одна из тех любимых моих книг, которые занимают место на полке среди других книг, способствующих моему личностному развитию. Это означает, что эта книга не только интересна и приятна для прочтения, но она еще и способствует развитию. Однако на моей полке она недолго простоит, потому что я уже знаю, кому ее подарить. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Если так, то увидимся в новых видео-обзорах новых книг. С вами был Антон Деркач. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok